10 лет назад, это был апрель 1994 года, несколько месяцев до того я вернулся из Сирии, загранкомандировки довольно длительной, два года было, потом еще три подряд, достаточно хорошим инженером было, в общем все у меня получалось, и карьера, и заработки и так далее. То есть в принципе то, что нужно было мужчине, я все имел, но 93-й и 94-й годы для меня были очень значимы, особенно начало 94-го, почему? Ощущение, что из-под ног стала почвы уходить, то есть во-первых, вернувшись в Россию, я ее не застал, то, как она была, для меня это был шок, потому что мы все привыкли по инерции жить в советском обществе, а тут смена формации и так далее, но кроме этого, скажем, можно было напрячься и перестроиться, как многие, у меня еще здоровье посыпалось так, вот как ящик Пандоры, то есть ну все ко мне прилипать стало. У меня и раньше там и сердце побалило, я в руководящей работе работал, еще в советское время там обкомы и так далее, а тут и сердце, и там и простатит, и суставы, и сосуды, и там спазмы в голове, там падал в обмороке, там и часто язва желудка. В общем-то, без горсти таблетки, я боялся из дома выйти, вот в таком состоянии, значит, я пытался бизнесом заняться, потому что я понял, что в России инженер не нужен, либо ты должен за нищенскую зарплату, скажем так, униженно, я не хотел этого, потому что достоинство не позволяло, я стал искать. Бизнес не позволил мне, в общем-то, сесть на коня, потому что не получается. Для российского бизнеса нужно иметь жесткий характер, у меня его нет. То есть жесткий в чем? Тебя обманывают конкуренты, не конкуренты, а партнеры, тебя там подставляют, что-то недодают, я должен быть жестким, требовательным, в общем-то, нанимать какую-то бригаду, чтобы свое забрать. Вот, но у нас как это делается? Могут ребенка похитить, могут еще как-то напугать женщину там, а я думаю, я не хочу быть заказчиком вот этого всего, я не хочу быть причастным к этим преступлениям, значит, бизнес не мое дело. Но я хочу жить достойно, не нарушая закон. Как вот, как говорится, чтобы и овцы были целые, волки сыты, как быть? И вот такое напряжение было очень серьезное, душевное. Я сидел дома, и вот когда вот тут это все пошло, я говорю, я не хочу лезть в криминал, не хочу нарушать закон, но я хочу жить достойно, ведь раньше у меня это получалось. Ищи. И вот, я уже не буду рассказывать подробности, при определенных обстоятельствах меня там привели к одним людям, которые, как оказалось, эзотерикой занимались. Они мне много чего наговорили, там, про чакры, про всякие сущности, про связи, вот это вот, медитации и все. Мне это не очень понравилось, потому что, во-первых, я не очень поверил в это, во-вторых, какая-то напыщенность, вот именно тщеславие видно в человеке было, говоря о нравственности и отсутствии эмоций плохих, люди их излучали. Я видел, что это, в общем-то, лицемерие, все-таки человек-то не молодой уже был, 46 лет мне тогда был. Вот, тем не менее, я уловил какую-то суть полезную. И вот я дома пришел, и, как бы, вот, кому, я не знаю, в пространство, говорю, да что же это такое, вот, неужели в мире нет справедливости? Я хочу быть здоров и счастлив, никому не причиняя зла. Я вот живу своим трудом, я читаю, пытаюсь честно заработать. Но неужели, вот, если разглагольствование о справедливости, о мире, о каком-то нравственном моменте, все, все это пустышка. Вот, я хотел бы, вот, если, откуда мне взять силы, чтобы победить свои болезни и все, дайте мне силы, ну, дайте, вот, такой вот втягивающий момент. И в этот момент, значит, вот ощущение произошло, даже не ощущение, как бы мне кто-то задает вопрос, а зачем тебе столько сил? И я, конечно, почитал, что это у меня идет диалог, вот, как мы, дуалисты, у нас два начала, что я сам себе задаю вопрос, говорит, внутренний голос, ну, зачем, зачем? Ну, хочу быть здоровым. Мне, говорит, это все. Я говорю, ну, не все, я хочу, чтобы в государстве была нормальная жизнь, чтобы нами правили профессионалы и порядочные люди, а не как сейчас. Вот, все, я говорю, нет, ну, во всем мире должно быть так, потому что государство, которое ощетинилось оружием, защищаясь от других, тоже, в общем-то, вживо напрягать. Потому что нужно нормальная жизнь, счастливая, чтобы население не боялось войны, не боялось терроризма и много всего другого. Мне, говорит, ну, что ж, это цели хорошие, ну, пойдешь ли ты туда? Я говорю, да пойду, я ничего не боюсь. Говорит, ну, что ты можешь погибнуть? Я говорю, да не боюсь я, мне, говорит, ты лжешь, ты боишься. И вот тут я напрягся, я думаю, а вот такого вопроса я себе бы не задал. То есть до этого я считал, что я сам с собой разговариваю. Я напрягся, и мне как-то стало не то, что жутковато, я напрягся, думаю, что ж такое? Я материалист до мозга костей. Ну, вот, ну, вот она материя, я думаю, вот стол, вот кресло. Сел так, вцепился, думаю, кто-то со мной разговаривает. Я говорю, вы кто? Молчание. Я говорю, что-то почудилось, что-то мне, говорит, нет. Ты просишь много сил. Вот формируется как бы мыслеформа, без слов, естественно, звука нет, я один в комнате. Формируются вот мыслеформы, и начал, ну, диалог начался. Чтобы получить много сил, нужно сначала избавиться от пороков. А у тебя они есть. И я опять напрягся, говорю, а в чем я плохой? Мне даже как-то обидно было. Я всем помогаю, бескорыстно, тем, тем, мне только предают и предают всю жизнь. Говорю, почему? А вот, мне говорят, поступки у тебя неплохие, и слова у тебя неплохие. То есть ты научился говорить правильно, красиво, там, без пошлости, без этого. Но мысли и чувства твои далеки от совершенства. Я говорю, а что, какие? А у тебя есть ревность? Я говорю, есть немножко. А тщеславие? Я говорю, и это есть. А раздражительность, обидчивость, страхи? Я говорю, ну, конечно, ты даже от них тянешься. Так вот, борись с этим? Я говорю, как же бороться, когда страхи, ну, как же от них избавишься? Ну, допустим, если за себя нет животного страха, за ребенка есть, он что-то творится. Попробуем девочке, 20 там, с чем-то лет, отпустить ее куда-то. Страшно? Ну, вот, обида. Я жертва, а он обидчик, мне не отдает долг. Мне хамят и так далее. Причем здесь все? Почему обида считается незаконной? А мне говорят, если ты начнешь разбираться, ты разберешься. Ну, вы все останавливаетесь, у вас позиция неправильная. Попробуй разобраться. Я говорю, это невозможно. Я говорю, ну, невозможно, тогда не лезь. Вот такой диалог. Я сижу больной, разбитый, в карьере, как говорится, большие препятствия. И чувствую, вот тут, душой чувствую, что что-то тут есть. Я говорю, хорошо, я попробую. Я начал эту работу. То есть я как кролик себе подставил под исследование. И попытку, ну, вот с обидой как я разбирался, потому что это важнейший момент, собственно, не только в моей судьбе, а даже в понятии религии. Потому что через понятие, как справиться с обидой, вот я разобрался, исследовал, я пришел к понятию истинного смирения. Что такое смирение? И вот я, наверное, нарисовал такую вот линию, как бы, линию из прошлого в будущее. Как жизнь, вот вектор. Вот это прошлое, вот это будущее. Вот сегодня этот день разделяет эти две фазы. И если я сегодня разбираюсь и я хочу понять, что такое обида, я должен оценить сначала свое прошлое. И если существует закон, что и посеешь, что и пожнешь с торицей, то, отвечая за прошлое, я же не святой, естественно, это точно знаю. Я много проступков совершал, там, и слов, и были, и чутка не было. Я говорю даже о мыслях и чувствах, эмоций полно, отрицательных. Вот. Значит, если существует этот закон, реальный, тогда он должен действовать так, что я сеял в жизни тысячи и многие тысячи, и сотни тысяч этих грехов и больших и мелких. Они же должны в моей жизни воплощаться как наказание. Я должен и пожинать этот урожай. И если это так, если де-факто я признаю это, если я честный человек, то я не имею права на обиды, получается. На раздражение, на гнев против кого-то. Почему? Потому что пришла реакция пространства, как бы закон среагировал. Ты не прав, будешь бит. Ты не прав, будешь бит. У закона ведь такая функция. Наказывать преступников и защищать честных людей от преступников. Но если наши законы в какой-то степени продажны, не законы, а люди. А вот закон Божий, он не продается. Лермонтов когда-то сказал, он недоступен звону злато, и мысли и дела узнает наперед. И вот когда я серьезно и честно стал следовать, я понял, что я не имею права на обиду, на раздражение и гнев против любой ситуации, против любого человека, потому что я нисколько обижаюсь на человека, сколько мне не нравится закон Божий, как он действует. Ведь это происходит практически параллельно так. И я вдруг стал смутно понимать, а не есть ли это понятие смирения. Потому что когда тебя наказывает жизнь, судьба вдруг до меня дошла, от слова суд происходит. Вот в чем дело. Думай, если меня жизнь судит, и если я получаю по ушам сейчас за какие-то прошлые дела, ну какой имеет право преступник обижаться, когда его за руку поймали? Ты не прав по этому, этому, этому эпизоду. И я признаю. От души говорю, Господи, спасибо за то, что меня наказали. Вот здесь, здесь и здесь. Как только я от души это признал, обратите особое внимание. Не на языке, я тебе прощаю, я там это, ничего подобного. Когда у меня умерла, умерла обида, как эмоция, ее не стало. Почему? Я понял, что она греховна. Это сопротивление Господу Богу, реальное. Можно ходить в церковь всю жизнь, можно поститься, молиться, соблюдать все формальные ритуалы, но при этом обижаться и, значит, бороться этим против Бога. То есть это богоборчество. Я это понял, и понял, что не совсем многие верующие понимают суть религии. Но я думаю, ладно, не будем забегать вперед, пока мы будем разбираться с собой. Вот я вспомнил фразу, держи очаг помысла в чистоте, то есть и внутренний мир должен быть чист. Вспомнил фразу, когда Иисус говорил, вытащи свое бревно из глаза, прежде чем других кого-то там задевать. Вот я буду свое бревно тащить. И вспомнил опять фразу. Мне как-то начали подниматься. Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Я думаю, чем я отличаюсь от ребенка в свои 46 лет. Я образовал, у меня два технических диплома. Позже еще и медицинский там появился. Далее. У меня есть жизненный опыт. И этот жизненный опыт сейчас остался как-то у разбитого корыта со своим жизненным опытом. Я не понимаю, как дальше жить. Я развалено, и ничего у меня не получается. Следовательно, мой жизненный опыт меня вытащить и выручить не может. Значит, в сторону этот жизненный опыт. Я говорю, вот я чистый лист. Пишите по мне. И началось. Я думаю, вот исследуя обиду, я избавлялся от так-так. Потом я исследовал страх. И точно в такой же логике я понял, почему страх противозаконен. Победил страх через веру и через опыт. Потом разобрался, что такое ревность. Что я имею право страдать. Это безгрешная часть ревности. Страдать, да, за потерю своей звезды, которую я люблю. Но вот мстить ей, пожелание плохое, ей или новому ее, там, любимому, я не имею права. Даже оттенка не должно быть, что я желаю, она бы меня бросила, ты меня бросила, там, ты предатель, ничего подобного. Это я не имею права. Страдание человека облагораживает. Потому что, если правильно воспринимать потерю, то есть ушла от меня любимая женщина, я не должен злиться, я должен сказать, почему. Почему она меня бросила. Поэтому физически я здоров, да вроде здоров, я ей даю все, что положено от мужчины. Здоровый человек вроде бы. Интеллектуально я могу быть очень образованным человеком, но я могу быть занодой. Я там стихов не знаю и сам не могу сочинять. Я не могу там на гитаре поиграть или на пианино. То есть я не яркий, тусклый. Имеет право человек оставить меня. Я думаю, вот если я на ее месте буду жить с тусклой женщиной, мне будет скучно, я буду искать других, ярких. Значит, надо быть честным. Значит, она имеет право, имеет. Но если даже интеллектуально, развито, у меня все это и есть. Душа компания. А если я в душе пигмей, духом пигмей. Потому что если ты далек от нравственности, женщина тоже может потребовать для себя существо состоятельно в трех ипостасях. И тело, и интеллект, и душа. Вот тогда, тогда, если у тебя это все есть, тогда может быть и все останется на месте, и она тебя не бросит. И ты вот разбирался с ревностью, так со многими, с тщеславием разбирался. Это был долгий процесс. Но когда я это стал убирать, у меня возник сенсорные эффекты серьезные. То есть я начал видеть людей насквозь. То есть болезни стал уличить, какие-то предвидения пошли. И стал рождаться экстрасенс на дому. И я посчитал, что это нормально, так как и все, то есть все известные люди. Но позже, когда я стал исследовать, оказалось не совсем так. Потому что я понял, что я пытаюсь выполнить заповеди. Я пытался Библию прочитать, а мне пошел запрет. Как бы даже не запрет, а совет. Тебе рано читать Библию. Потому что Библия написана людьми, а не богами. Спустя где-то 35-40 лет было первое Евангелие написано. Это уже позже есть, когда я читал. Потом спустя 10 лет второе, спустя еще 10-3. И в конце концов четвертое, значительно позже. То есть не Иисус писал Евангелие. И конечно люди, которые на память через десятки лет что-то вспоминали, они не могли точно воспринимать, что говорил Иисус. Мало того, колоссальное количество переводчиков касалось этих текстов. И когда Таляв Толстой это исследовал, говорил, без знаков припинания десятки тысяч вариантов этих Евангелий было, как их назвали. Евангелие это благая весть, узаконенный текст. Канонизированный. А сколько не узаконено, то есть это апокриф называется. Почему кто-то выбрал, почему осветили именно эти. Люди чего-то добавили, чего-то убавили. Сотни раз их переводили с одни на другие языки. А один перевод, и тот теряет уже из первоисточника. Кто переводил что-то, он знает. Тем более, что переводчики были далеки от духовного развития. Это просто был Талмач-переводчик. Но он переводит, как понимает. Если ветеринар переводит трактат по ядерной физике, естественно, то он очень многого, терминологически неправильно изложит. Отсюда мы получили некие тексты, которые надо критически рассматривать. А не так вот истинно в первой инстанции, как нас обязывает это делать, в общем-то, религиозные деятели. Тут критический подход, и даже апостол Павел об этом говорит. Мы, служители Нового Завета, не буквы, а духа. Ибо буква убивает, а дух животворит. То есть, читайте текст, вы принимаете это духовно. То есть, такие вот моменты, как из Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Я всегда, когда читал, думал, почему это нищие духом, блаженен? Ну, нищие – это слабые духом. Этимология слова говорит об этом русский язык. А в Библии дальше написано, Царство Небесное силой берется, то есть, силой духа. Кто прав в Библии? Это называется для нас истиной. И говорит, абсурд. Не может два полярных мнения сочетаться, как истина. Где логика? И мне говорят, а ты не мудрствую лукава. Это твои лукавые мозги тебе говорят. Ты читай, и не надо думать. Вот просто читай. Я говорю, извините, не надо мне в растение превращать. Мне мозги даны тоже Богом, и сердце даны Богом. Я буду думать, буду размышлять. Требовал Иисус этого. Где требовал? Вы тогда в Библии не знаете. Там написано в Евангелии от Иоанна. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Обратите внимание на глагол «познайте». А не слепо верьте, кому попало. Если бы у нас была одна церковь на земле христианская, я бы, может быть, и их поверил, прозобрался и все. Но у нас их много. Одного православия шесть направлений. Более двух тысяч протестантских направлений. У католиков разночтения. У мусульман там первое разветвление было на шиитов, суннитов, потом и все и дальше посыпалось. Потому что при одном Боге и Христе, если взять христианство, огромное количество конфессий настораживает. Это говорит о том, что между ними не лады, следовательно, искать истину, а она одна. Ведь истина – это точные знания абсолютно обо всем. Следовательно, я не имею права принимать в долгую память свою то, что я в логике не понимаю. Это нонсенс, и ни один порядочный человек, который подходит под определение личности, он не может этого принять. Это нонсенс. Нельзя принимать на веру, ты очень не понимаешь. Поэтому Иисус и требовал – познайте истину. Слепая вера никому ничего не дает. Слепая вера – это равнозначно незнание. А незнание – это отсутствие познания. То есть я сам противоречу Христу своим поведением, если я слепо верю. И многие другие вещи, которые пришлось за эти 10 лет разбирать, вот, и я позже и понял, что надо чаще обращать на термины внимание. Когда-то был такой француз Карно, я уже не помню, какой век, 18-й или 19-й, он сказал, что если бы человечество четко определяло понятие за терминами, оно бы избавилось уже только от этого, от половины заблуждений. И вот когда я говорю, что такое психология? Психо с душа по-гречески переводится, логия изучения. Психология – значит изучение души, исследование. Я говорю психологам, какие же вы психологи? Вы даже не верите в душу, мало-то вы не знаете физики души. Поэтому у вас предмет должен называться по-другому, если строго определить вас. Мозговеды – вы тоже плохие. Вы не знаете, какая зона мозга, за что отвечает. Я им много чего в этой области рассказал, тем самым растопил вот их заносчивость. Кто вы такой, что у нас там это? Я им лекции читал на профессиональных факультетах и все. И потом они мне были благодарны. Говорю, столько открыли нам нового в этой области. Конечно, я говорю, а я же не профессионал-психолог. Если взять за определение демократ, демос народ, власть народа, у нас ее нет, значит это фальшивое слово, фальшивая психология, фальшивый коммунизм был. И все фальшивое. И получается, что мы за всю свою историю так исказили свой язык. Даже понятие на слово не соответствует реальным каким-то вот этим вещам. Поэтому если все поставить на свои места, а мы поймем, что мы в глубокой яме находимся. Мы просто сами для себя это определим. Определив это, мы хоть что-то сможем сделать. Поэтому кто-то нам усиленно навязывает неправильные определения в нашей жизни. А мы должны от этого уходить. На то и мы и личности, если мы хотим быть народом, если мы хотим суммы этих личностей, мы должны бороться, а не быть именно растением. Лишь бы заработать деньги, лишь бы детишек накормить. Но извините, так животные ведут, они тоже своих детей борются и прочее. Чем же мы от животных-то отличаемся? Тем, что набить животик себе, одеться получше. Какой-то огородик, и вот чтобы меня никто не трогал. Это и есть пескарь Слатакова-Щедрина. Это и есть чеховский человек-футляр. Вот эти все смешные фигуры, они еще, скажем, не общее место у нас. Вот поэтому если народ дожил до такой жизни, он не имеет права на счастье. Гето говорил, лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. За них никто не идет. Потому что, чтобы идти на бой, за счастье надо разобраться, как оно куется. А оно куется как раз приобретением истинной нравственности через веру в Бога. Без Бога у нас ничего не получится. Юрий Николаевич, следует ли правильно понимать, что народ тоже был в какой-то яме глубокой, когда состоялось пришествие Христа 2000 лет назад? И почему вот оно состоялось? Ну, если задевать историю пришествия пророков, все пророки, которые к нам приходили, это были великие корректоры. То есть посылал Бог их для того, чтобы людям с земли открыть глаза на то, что предыдущий пророк давал, жрецы, как я называю, священнослужители, они эти истинные слова пророка очередного искажали, убивали пророка или прогоняли, а потом делали из этого очередную конфессию. Поэтому я говорю, религия переводится с латыни. Восстановление связи, религары, восстановление связи. А конфессия – это частный взгляд группы людей на их взаимоотношения человека и Бога. Это разные вещи. Поэтому конфессий на земле много разнообразных, а религии нет. Религия – это связь. И связь – это не медитация, которую в суррогат нам дают, эти маги, эзотерики и вся вся чертовщина. А настоящая связь называется откровение. И повел меня ангел в бухе в пустыню и показал, чему надо жить быть с землей, как Иоанну Иисус и говорил в откровении. И он очень удивительные вещи говорил. Вторая глава, второй стих откровения Анна Богослова, то, что называется апокалипсис, там написано. Я почему сноску даю вторая глава, второй стих, чтобы люди меня проверили. Цитата. «Знаю дела твои, и труды твои, и терпение твое, и знаю, что ты не сносишь развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы, ибо они лжецы». Так Иисус через Иоанна передал людям земли, что апостолы – это лжецы, ибо они спустя, ну, как короткое время после смерти Христа, они начали от себя тяну говорить. Не потому, что они там были злые или какие-то, но они просто его не поняли. Он сам говорит в Библии. «Вы еще не можете вместить то, что я вам хочу дать». И после его убийства, короткое время, и когда люди, уважая, естественно, учеников Христа, задавали им вопросы, непобежденное тщеславие апостолов, ну, стало из них, ну, как бы, надо ответить на вопросы, он точно не знает. «Ну, ты же был рядом с Христом, и он начинал что-то свое добавлять. Люди это умеют делать, неплохо. И потом потихонечку, потихонечку правда стала обрастать домыслами, и превратилось в то, что мы сейчас имеем как религию. На самом деле это не религия. Настоящая религия – это выполнение закона, и она приводит обязательно к откровению, к связи. Представьте такую техническую сторону этого процесса. Когда излучение от Бога идет, пусть это волна, которая в радиотехнике называется, по-моему, когерентной, задающей волной, а моя волна эгоистичная, то есть я не выполняю заповеди, то есть она вибрирует, и она не сходится по характеристикам, по длине волны, по частоте, как галебани, то есть по длине волны и так далее. То есть характеристики волны моей не те, не гармоничные. Следовательно, эта волна никогда с тобой не сольется. Почему? Ну и откровений не будет. И получай он, пожалуйста, из астрального мира с Люцифером заодно. Он тоже нравственные проповеди нам читает, смеясь над нами. А мы думаем, что мы действительно нравственные, думаем, что мы с Богом связаны, входим в состояние медитации. Огромное количество людей обманутых сейчас. А по настоящему связь формируется только через выполнение закона. И говорит об этом не Луценко, сидящий перед вами, а говорит Иисус Христос. Опять же, глава 22 Матфея, стих 36, в ответ на вопрос. Книжник Иисус отвечает. «Моя наивысшая заповедь – возлюби Бога своего всем сердцем, всем разумением и всей душою». То есть твоего, вернее, Бога. Вот это моя наивысшая и наперевейшая заповедь. «А любить Бога» – глава 14, стих 15, и потом 21, 23 и 24, и глава 15, стих 10. Пять раз доминирующая фраза. «Если любите меня, вам по те заповеди». «Кто моих слов не выполняет, тот меня не любит». То есть и так, и так говорится. То есть, либо вы выполняете заповеди, вы любите Христа, и вы в его лице Бога. Если вы не выполняете заповеди, вы Бога не любите. Один апостол, тот же Иоанн, в первом соборном послании, 2 глава, 3 стих, 4 стих говорит. «Кто говорит, что Бога познал, но заповеди не выполняет, тот лжец, и нет в нем истины». Следовательно, человек, не выполняющий заповеди, не имеет права нести эти знания. Физика его слова остается в пределах материи. То есть мозг, формирующий мысли, которые озвучивает человек, если человек без веры живет, работает на волне 300 тысяч километров в секунду, всего лишь навсего. И волна слабая. Астральный мир в 400 раз быстрее волны. Поэтому, когда человек приобретает связь с астральным миром, входит в медитации, вот эти все гуруи, всякие лидеры всяких направлений. Почему они столько людей увели? Потому что их волна в 400 раз быстрее. То есть импульс продавливающий намного выше. А дальше эфир, сущностный и духовный мир. Там еще были быстрые волны, но они за семью печатями. Ангел не выпускает нас туда. Потому что дав людям при их характерах быстрые волны, мы просто поубиваем друг друга. И поэтому Бог закрыл от нас нашу же собственную душу. Это наша душа, она у нас для нас закрыта. Выход собственной души, которая связана с Богом, лежит через заповеди. Успокойтесь и перестаньте быть злыми людьми. Вас обижает, вы начинаете полыхать гневом там или что. А если вам дать понятие концентрации и присоединить к быстрой волне, вы просто убьете человека, остановите ему сердце или что-то. Потому что у вас желание такое. Вы хотите отомстить. Вам кажется, что вы хотите справедливости. Но на самом деле вы не понимаете этого аспекта. Справедливость для вас пока непонятно, что это такое. Ну и многое другое. И вот поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вся плеяда пророков, которая приходила, и самый последний, это не пророк, а Бог, приходил Иисус Христос, то есть Троица. Сам Иисус сказал, я и Бог, единая суть. Бог действует не через меня, а во мне. То есть это неотделимая часть Троицы. То есть протянутая рука Бога. Вот представьте такую картину, что Бог протянул руку, и Он не отделялся, Иисус. Излучение. А тело, тело, оно же смертно. И Иисус имел, даже если Он прожил какое-то время, пусть 150 лет, он тело потерял. Закон природы говорит об этом. Дух бессмертен, а тело смертно. Поэтому пришел Бог, Бога не видно было. Человек не может видеть Бога. Но тело Он увидел. Зачем Иисусу наброшено было тело? Воплощение в теле. А как передать людям знания? Если человек сам себя отсек от Бога, либо материализмом, либо ложной верой, следовательно, в откровении он не может услышать Бога, тогда нужно Богу спуститься в этот ад и научить людей вести себя правильно. Мало того, для того, чтобы убедить, что Он Бог, и Он что-то значит, ему нужны вот эти чудеса были. Когда он их начал делать, ходил по воде, в бурю останавливал, он из воды вино сделал, там лазеря живил, слепого вылечил, там прокаженных вылечил, бесов из них выгонял, и причем это делал практически мгновенно. Он говорит, ну за кого меня теперь почитаете? И Петр сказал, что Иисус Христос и Бога живого, так вот слушайте меня, а не ваши синагоги, потому что там вам лгут очередные жрецы. И так, собственно, и сейчас происходит. Поэтому, ведь Иисус обещал второе пришествие, и сама логика Его текста говорит, второе пришествие понадобится, а зачем? А потому что правды на земле опять нет. Но если бы какая-то конфессия была права, зачем Богу посылать сюда? Что, ему делать нечего, что ли? Это очень тяжелая работа, посылать сюда почти на верную смерть предпосланца. Следовательно, нет правды на земле. Почему, говоря, конфессий много, а религии нет. Истинной связи. Потому что истинная связь формируется только высочайшей нравственностью, настоящей. Истинной верой, истинное крещение, и истинное выполнение заповедей. А не лицемерные их трактования, всевозможные богословские трактаты, мнения какие-то. Да, говорю, не надо огромное количество толкований иметь. Ведь надо всего лишь навсего взяться к каждому человеку и вытащить свое бревно, то есть победить свои пороки. В этом есть победа как личности, так и нации в целом. Если нация на это не способна, пусть самая лучшая часть этой нации возьмется, пусть их будет немного, но они покажут пример. Допустим, если я за 10 лет совершенно перестал болеть, вот у меня как-то жизнь такая, вот я чувствую себя сильнее, я любые препятствия преодолею, всегда, как бы трудно ни было. А давайте побольше таких людей, я стараюсь воспитывать их. И многие мне люди благодарны, потому что у них происходит примерно то же самое, если они серьезно работают. Я всегда говорю, кота в мешке не продают. То есть это истинное выполнение заповеди? Да. Но нужно объяснить, как победить конкретно страх, как победить конкретно обиду, как победить вот это, это, это. Поскольку я практик, я столько шишек набил, я знаю, как это делается. И сколько времени на это надо. Ведь святым сразу стать невозможно. Это очень трудно вообще. Вот, читая опыт наших старцев, вот, скажем, Сергий Родонежский потратил на это около 30 лет. И он оказал огромное влияние на Русь 14 века. Доказав тем самым, в отличие от Павла Апостола, который считал, что заповеди невыполнимы. У него очень странный текст в послании Римлянам. В 7 главе послания Римлянам Апостола Павла написано, что мое сознание грешить не хочет, поэтому я сознанием служу Богу. Но плоть моя грешит, я уж ничего не могу сделать, поэтому плоть моя служит греху. И удивительно, как можно разделить человека надвое сознание от плоти. Кто управляет моей плотью? Кто, в конце концов, хамит моим языком или ворует кошельки из карманов? Следуя Павлу, можно оправдать любое преступление. И поэтому, исследуя протестантскую литературу в адрес религии, там один из авторов протестантских богословов пишет, что все прекрасное сконцентрировано в Христе, все безобразное в Павле. Он настолько исказил христианство, что это только православная сторона наша, цензура не допускает эти тексты. Люди давно бы поняли, кто лежит в основе религии. А ведь это страшно, потому что без религии нам конец, без настоящей. Если люди не возьмутся в ближайшие годы за исправление, посмотрите, какой вал идет зла. Почему? Все лишь навсего возвращается людям, сторицы их проступки. Они накапливаются, накапливаются, как прошлогодние листва из года в год, из жизни в жизнь, и из поколения в поколение, тысячелетиями. И сейчас пришла вот как критическая масса, как вот в ядерной бомбе. Все. У нас через кастрюлю полилось лишнее. И поэтому Бога хватит. Вам посылалось сколько помощников, вы все до одного их игнорировали, убивали. И если вы объявили мне войну, я вам напомню, кто хозяин этого творения, кто создавал землю, планеты, кто создавал константы, света и планка и так далее. Это не вы создавали. Вы отслеживаете эти знания, и их формируете в уравнение. Но жизнь-то она живая, и законы живые, и никто не позволит вам бесконечно в этом творении вести себя так безобразно. Поэтому любой хороший человек, или это понятие растяжимое, хороший человек для меня, это святой человек, и к этому надо стремиться. Это норма для проживания на земле. Святой это нормальный человек, он чист перед законом, и тогда его закон не будет наказывать. Доказал это я своей жизнью, доказали уже люди, которые идут за мной. И у многих это получается, потому что один человек это не статистика. Я в этом отношении довольно строг. И в свое время, когда у меня стало получаться, я думаю, мало чего у меня получается. А давай посмотрим, что будет с другими. И когда пошли десятки людей уже за мной, у многих стало получаться, я говорю, теперь я понимаю, что религия Христа в этом заключается. Это проверено через многих людей. Что если они исповедуют заповеди на практике, и у них это получается, реально, это надо воле терпения. А вот это силы, вот эти характера, которые, собственно, и возводят стены твоего духовного «я». В основу, в фундамент, я говорю, какие камни кладутся? Истинная вера. Не говорить о вере. Не думать, что где-то может быть есть Бог, а может нет. А вера, когда абсолютно, я знаю, как вот есть мой отец, есть солнце на свете. Вот так я верю в Бога. Почему? А потому что я проверил. И опыт мне доказал, что исповедуя законы на практике, я получаю совершенно иные дивиденды от жизни. Следовательно, законы действуют. А если законы есть, значит, есть и их создатель. Так я пришел к Богу. Я верю в Него? Я не верю. Я убежден, что Он есть. А это уже другая категория. Это не вера. И поэтому люди, опытным порядком, приобретая эти знания в опыте, они говорят, как же не верить, когда я уже знаю, что это есть. Тебе уже никто не сбросит с этой. Это не вера, это убежденность. Вот это много дает человеку. Поэтому, я говорю, представьте, что, скажем, хотя бы 10% россиян начнут исповедовать это, пройдут какие-то годы, у них начнут получаться. Вот. И Бог начнет их защищать от зла. И тогда остальные скажут, слушайте, мы тоже так жить хотим. Вот это и есть не революция, когда идет насилие, убийство миллионов, а эволюция. Надо оторвать у этого слова букву «Р», и все будет нормально. Не нужно крови, не нужно вот побеждать зло злом. Правильно люди говорят? Злом зла не победишь. Зло всегда порождает. Следующее зло еще большее. Вот нужно мирное. Не надо никого ненавидеть. Никакие нации, никакие религии не надо ничего делиться. У нас один Бог на всех. Если мы найдем в себе мудрость и поставим себя как бы под этот опыт и победим порог, чем больше таких людей будет, тем будет светлее на земле. Они пример покажут. Недаром в Библии говорят, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Ты будешь примером, а не очередным трепачем. А с чего у человека начинать, если он действительно поверил в это? Ну вот вчера как раз здесь и был краткий такой урок. Я дал основу, с чего начинать. Ведь много не надо рассказывать. Дать установки, так, 5-7-10 принципов основных. А потом мясо обрастает костью. В результате опыта. Получается так, что церковь православная пропагандирует эту истинную веру? К сожалению, имея с ними беседы, я натыкался и на достаточно хороших людей. То есть церковь, она же тоже слепок общества. Там есть очень порядочные, очень светлые люди, но есть и абсолютно безобразные. Карьеристы и так далее, и так далее, они сами это знают. Есть, как называемые, растриги, которые зачаровались в церкви, ушли и сказали, мы верим теперь только Библии, потому что изнутри поняв жизнь церкви, мы поняли, что там очень много лжи и прочего, прочего. Надо определить, что такое церковь. Ведь церковь – это не есть люди. Храм Божий, он тоже по определению одного из апостолов. Не надо, говорит, поклоняться рукотворным идолам, ибо храм внутри вас, говорит, люди. То есть дух – это и есть способ связи с Богом. Вот я почему говорю, что фундамент – вера настоящая. Второй камень фундамента – это смирение, потому что без смирения нет прощения и греха. Многие обучают это эзотерике. Тебя карма ударила. Карма – это закон ответственности по-индусски. И говорят, вот это положено тебе, грех тебе отпускается. Я говорю, нет. Удар кармы неравнозначен прощению. Если меня ударила судьба, то есть какая-то беда, смотря какая у меня позиция, я себя в смирении говорю, Господи, спасибо, ты меня наказал за прошлое, тогда с тебя грех списывается без всякой церкви. То, что я испытал, у меня все болезни из меня ушли, и неприятности ушли из жизни. Но если я надутый стою, и говорю, что это у меня такое, это несправедливо, то есть у меня позиция эмоциональная, даже если я молчу, вот такая, грех не прощается. Вот и все. И доказано уже десятками людей, что это истинно так. Потому что как только люди, я вам объяснил, что такое смирение, если вы найдете в себе силы спокойно принимать свою судьбу, у вас очень быстро будет справляться все. Два-три года, и вы не узнаете своей жизни. И когда это делают, они говорят, надо же, как просто все. И ни в какие-то беты не нужно ехать. И ни 20 лет не обивать пороги, и не стучать головой о паперти. Всего лишь на все работать над собой нужно. Для этого нужна воля, терпение нужно. И желание сильное, конечно. Игорь Николаевич, еще есть место? А что такое кармическая нагрузка? Из чего, из каких составляющих она складывается? Она же разная, да? Ну, конечно, я в шутку говорю, у нас у каждого свой рюкзак с кармой. Человек живет не один раз, ведь много раз на земле. Исследуя историю христианства, я наткнулся, что только в 553 году, до VI века, на Константинопольском соборе было голосованием отменено понятие реинкарнации. И сказано, изволясь нам и Святому Духу, который нам сообщает, всей пастве теперь считать с сегодняшнего дня, что вы живете один раз. Ну, это же не Бог сказал. Это голосованием. Ну, если бы на повестке дня поставили такой вопрос, значит, было что отменять, правильно? Значит, до VI века существовало это в живое мнение. Так же, как в 431 году и в 449 году два эфесских собора были, это V век, где практически с драками и убийствами людей на голосованиях, я читал эту историю, убивали людей, но заставили все-таки признать, что Мария Богоматерь, ведь она не Богоматерь. Противоречие самой Церкви с их доктрине. Разве можно единого Бога часть Его родить на земле? Вы понимаете, абсурд? Вы сами же говорите, что Бог един. Он проявляется только как Сын или как Святой Дух. Это воля Его, а это любовь. Но Он же един, да, это правильно. Как же можно часть целого родить на земле? Боги на земле не размножаются, говорят. Вы антропоморфно мыслите. Вы думаете, что Бог где-то там, вот тут через это вступил в какие-то там связи и в конце концов появился Сын. Сын – это определение далекое от человеческого определения. Это Бог, это протянутая рука Бога. Вот Он, Сын. То есть это не я целый пришел к вам, а прислал себе маленькую часть себя. Это вы хватит, чтобы здесь объяснить вам, устоять перед ложью и перед коррупцией вашей. Но когда понадобится, я пришлю другую руку, волю. Это суд. И хватит ей, чтобы навести порядок на земле. То, что сейчас и происходит. Посмотрите, какая катализация процесса. Везде в социуме. Вон с Солнцем сейчас что-то творится. С Юпитером жуткие вещи творятся. С Землей, я же с астрофизиками имею дело, с биологами, с геофизиками. Они у меня сколько на конференциях сейчас идут. Люди просто зарылись в свои деньги сейчас. Им это не до этого. А мир идет к катастрофе. Очень много сведений. Земля уходит от Солнца на другую орбиту. О чем это говорит? О Ветхий Завет. Вот в Исаии где-то написано. Господь Бог Савалов потрясет небо так, что земля сдвинется с места своего. Вот она сдвинулась. И очень многие другие знамения апокалиптические сейчас состоялись. И четвертый ангел вылил свою чашу на Солнце, даны бы права. Жечь людей, но он как жгет. Спектр его белеет. И много что другое. Просто время, как говорится, такое сжатое. Это можно на лекции все рассказывать. Игорь Николаевич, он говорит, что в Библии написано, что будет конец света. Правда ли это? Поясните, пожалуйста, что это такое? Ну, во-первых, в Библии написано конец веков. Это более правильный термин. То есть конца света никогда не будет, ибо свет есть Бог, и Он никогда не перестанет светить в наш адрес. Единственное, что конец веков – это конец определенной эпохи. Вот. И есть замечательная книга, называется она «В свете истины», которая объясняет, что Бог сейчас задает людям вопрос. Исправляйтесь. И если вы не исправитесь, несправляющимся, я помогу. А те, которые не пожелают исправиться, вот так потихонечку и сойдут на нет. Потому что Богу надоели вот эти все. Он посылал огромное количество помощников нам, посредников. Но мы их всегда игнорировали. То есть человечество давно объявило Богу войну. А ведь Бог все-таки хозяин творения. Поэтому что суд будет, он неизбежен. Об этом Иисус говорил. Но человечество не совсем правильно его понимает. Потому что суд – это не есть. Либо вот такое по благодати общее прощение всех, кто скажет хотя бы хоть раз произнес имя Христа. Нет, ничего подобного. Кто подчинится реально закону, тот и выживет. Это жить нормально, это справедливо. Потому что та жизнь, которая сейчас нам предлагается, она настолько безобразна, что я как отец и, возможно, будущий дед, я бы не хотел своих детей и внуков выпускать в эту жизнь. Мне стыдно и страшно, потому что у них нет шансов. Потому что либо криминальное у нас будущее, ну и сейчас криминальное, а дальше будет еще больше. Либо это экологическая катастрофа. То есть люди сами пилят сук, на котором сидят. Следовательно, вмешательство Бога неизбежно, и оно, я знаю, сейчас идет. Я никому не навязываю, многие могут сказать, это не так и прочее. Я говорю, я это знаю. Потому что я определенными знаниями обладаю, суммой, накопил их. Я знаю, что процесс этот уже пошел и давно. И довольно близко его завершение. Но еще раз говорю, для того, чтобы проложить логическую цепочку, почему я так считаю, я должен часа полтора-два потратить. Это много. Ну хотя бы скажите, а в чем проявляется вот это? Объясню то, что я говорил, что сейчас изменения идут планетарной энергетики. То есть поля Земли мутируют. Другие планеты Солнечной системы пришли в какую-то динамику. Солнце в динамике. Вот как бы усиливает поля какие-то. У них тоже, ну как-то я не профессионал в этом. То есть гравитационное поле сейчас очень интересно ведет себя. А это значит влияние на все планеты Солнечной системы. Биологи говорят о том, что клетки быстрее воспроизводят белки сейчас, рибосомы. Вот значит обмен веществ быстрее идет. То есть все болезни ускоряются. Да это и видно вот просто даже в быту. Социальные процессы все ускоряются. Минералоги говорят о том, что кристаллические решетки минералов, что-то с ними происходит. Вообще с матерей что-то происходит. И в общем-то заключили, что раз динамика идет в сторону интенсивности, значит у нас идет ускорение. А ускорение – изменение параметра времени. То есть мы начинаем проживать все более и более быстром времени. А я когда-то интересную лекцию прочел, говоря, что люди ошиблись, скажем, наука ошиблась в части определения возраста человека на Земле. Потому что человек живет намного раньше, чем, скажем, какие-то официальные гипотезы. Есть там уже свои доказательства. Год назад выступал в Москве Майкл Крымо. Это ученый из Америки. Профессиональный ученый. Он говорил, глушит мои знания. Опрокидывается начисто вся эта доктрина Дарвина. Потому что у меня, говорит, знакомый в Африке. Раньше находили он там десятки, сотни миллионов лет назад остатки техногенной цивилизации. А он мне показал обломок скалы, породы, возраст, сколько он, два миллиарда лет. Монолит. И при мне его, когда раскололи, распилили шарики металлические, ну, как вот, никелированные, или как, с кольцевыми насечками, явно технического происхождения, два миллиарда лет назад. Но если два миллиарда лет назад люди были способны производить такие вещи, значит, техногенная цивилизация была задолго, да, от обезьяны, как говорится, если начинать. Он говорит, ну, люди живут миллиарды лет на Земле, а официальная доктрина от десятков тысяч лет до двух миллионов максимум. Это называется антропоген. Или там неоген, палеоген, это то, что называется кайнозой. Находят скважины, он бурит колонковое бурение, находит окаменевшие подошвы от ботинок. Какие-то катушки, типа, как зажигание, окаменевшие. То есть ионы, металлы полностью замечены на ионы кремния. Я представляю, что это за огромное количество лет, в Пермском периоде, в Каменноугольном, когда там еще ящеров-то не было. Это уже в Мезозове появилось. Триаз, там, Юрский и так далее. Вот тут все эти вещи, я объясняю, в чем дело. Говорю, понимаете, последние, может быть, 60-70 тысяч лет мы живем в определенном времени. Оно однородное, то есть оно не менялось. Но до этого, допустим, когда погибли атланты, они жили в более медленном времени. А до них цивилизация тоже еще более медленное время. Почему? Зависит это от Солнца. Гравитация Солнца, напряженность гравитационного поля, влияет на скорость жизни, на скорость формирования пространства и так далее. Что такое время? Физическое понятие. Скорость жизни. И поэтому, чем выше гравитация, чем напряжется гравитационное поле, тем внутри этого поля быстрее процессы идут, то есть время быстрее. А то, что есть приборы или какие-то относительные системы отсчета этого времени, это уже техника отсчета. Определение. Оборот вокруг Солнца – это год. Оборот там луны вокруг – это месяц. Оборот там вокруг оси – это сутки. Это чисто искусственные метры. Все. Ну, время, физическое понятие, что такое? Один родился, умер тогда-то. Растение может столько жить. Майская мушка живет 24 часа, у каждого замкнутое свое время. Это есть скорость жизни, скорость обновления клеток, скорость, в конце концов, мудрость, когда ты ее приобретаешь или не приобретаешь, у тебя выбор есть. То ли остаться болваном до конца жизни, то ли стать грамотным и состоятельным человеком. В хорошем смысле. В хорошем смысле это слово. То есть, можно ли так сказать, что все идет в какой-то глобальной катасторе? А катализатором что является? Допустим, ну, может быть, это довольно смелое заявление, но я считаю, что на Земле сейчас присутствует некая личность, но наподобие Христа. Он катализатор. Потому что физика пространства говорит, что все творение, оно сформировано по принципу – чем ближе к Богу, тем более мощные и быстрые волны. И поэтому у Бога, естественно, он обладает волной спасителя, вернее, волной создателя. Он создавал миры, человек на это не способен. Мы сотворенные, а он создатель. Разница огромная. И поэтому, если оттуда приходит посланец, он неравный, даже пророку неравен, ибо пророки тоже были сотворенные, только сильнее, чем мы, из другого немножко мира. А Бог – это создатель. Если Он прислал такую же личность, как Иисус Христос, только ипостась Его воля, и эта воля начинает сейчас так трясти пространство, что в том числе и материю, конечно, это идет катализация всех процессов. Чем быстрее волна, тем быстрее параметр времени. Ведь у Бога вечность, там события, Его замыселы, события мгновенно. Но потом идет, что опускание в нашу материю и на каждый слой более медленный. До материи пока доходит и по нашему времени растекается, это медленно. А там мгновенно принимается решение вверху. Я говорю, пирамида времени. На Земле медленно процесс идет, долго. В астральном мире уже быстрее, еще выше, еще быстрее. Получается, пирамида времени. Чем выше, тем короче временное событие. Быстрее идет все. Волна есть задающий фактор времени. Чем быстрее волна, тем быстрее время. Потому что волна, частота колебаний и скорость распространения как раз и задает скорость исполнения формы. То есть формирование идет. Любых форм. Вот это вот уже физика, как говорится, пространства. Физика души, я объясняю. Какие оболочки, в каких мирах расположены, как они взаимодействуют, как они включаются. При каких обстоятельствах и так далее. Какие запреты существуют, технику безопасности. Чтобы ни себе не навредили, ни людям. Вот в материальном мире, именно вот здесь, на этой Земле, какие события могут действительно произойти окончательно? Ну, судя по откровению Анна Богослова, во-первых, то, что сейчас глобализация какая-то и так далее. Ведь кто-то пытается сформировать всемирное правительство. Вот это давление, терроризм, там все под якобы такими хорошими призывами. Как только будет сформировано главное всемирное правительство, во главе его же кто-то должен стать, правильно? Поэтому наши президенты всего мира должны тогда поделиться полномочиями. То есть часть полномочий передать центральному правительству. И там будут решаться основные вопросы. И практически все страны могут превратиться в сателлитов, в зависимых. Когда это произойдет, я считаю, что это что-то похожее на приход Антихриста на Землю. Который сначала поведет себя настолько грамотно и по-доброму, что люди многие ему поверят, пожалуйста, колбасы всем дам, запру всех преступников за решетку и так далее, и так далее. Пообещает много, только откажитесь от Бога, этого не нужно. Полный интернациализм никакого Бога. Я вам все дам. И многие люди пойдут, потому что для людей главное покой и сытость. А до Бога им крыться. И вот когда Бог дождется, что люди определятся окончательно, с кем они, с Богом или с чертом, вот тогда и пойдет все это. Значит, судя по откровению Анна Богослова, мы должны дождаться этих событий. И еще, что Иисус говорил, не верьте никому, потому что перед приходом Сына Человеческого очень много будет лжепророков и лжеучителей. И все они, говорит, соблазнять будут своими чародействами, то есть сенсорными своими способностями. Знаете, что придет среди них один будет, среди этих лжецов настоящий. Приход их будет одновременный, лжецы и настоящий. Не промахнитесь. У него будет крест и голод в Ауре, так же, как у Христа. Это атрибуты Сына Божьего такого же. Но это не Иисус. Он же сам сказал, я больше миру не явлюсь. Это из главы 14 Иоанна. Там написано, я от вас ухожу и миру более не явлюсь, но умолю Отца дать вам другого утешителя. Когда придет он и расскажет вам о правде, о грехе и о суде. О правде, что я миру более не явлюсь. Прямая речь Христа. Как можно преждать род, пришли Христа? О грехе, что вы не веруете в меня. То, что считают люди верой, это не вера. Истинная вера требует исправления. То есть последовательность должна. Веришь в Бога, так исправляйся. Бери его вместе с законами. И де-факто их исполняй. Они называли на словах. И о суде, что князь мира сего осужден. Во время прихода сына человеческого грянет суд. Это у Матфея записано, у Иоанна записано. Что во время прихода сына человеческого посплачутся племена земные и будет как во времена Ноя. Это в 24 главе все записано. Будут вот такие, такие, такие события. Иисус говорит, точно срока никто не знает, только Отец. Но признаки, то есть знамения будут такие. И дал целую группу этих признаков. И они практически многие уже состоялись сейчас. Он говорит, когда этот свет будете видеть, знайте, что время при дверях стоит. Вы находитесь в разгаре этого события всего. Почему я говорю? Я не напираюсь на какие-то личные контакты. Мне это слишком мало. А сколько знамений? Много или там? Да там много. Ну, допустим, я напомню, когда ученики спросили, какой признак второго пришествия и кончины веков? Он говорит, будут войны и военные слухи. Земнотрясения, наводнения, глад и мор, голод и болезни. По причине беззакония охладеет любовь. Вы не будете любить друг друга по-настоящему. Не сможете. Вот у нас пар-то прочных нет. Претерпевшие же до конца. Да, там народ на народ пойдет, царство на царство, брат на брата. По причине беззакония вас охладеет любовь. Претерпевшие же до конца спасутся. И произвещено будет Евангелие царствия по всему миру. И тогда и наступит конец. А какой это Евангелие? Ведь Евангелие в IV веке было создано. Вот эти четыре Евангелия и так далее. Новое. Оно пришло. И сотни тысяч людей сейчас это знают. Сергей. Это книга в свете истины. Абдуршин ведь автор. Переводится. Сын света. Вот. И я очень пристрастно читаю всякие книги такого толка. Я так искал там неправду. Я ее не нашел. Во всей эзотерике, во всей сектантской, богословской литературе я всегда нахожу противоречия самому себе автора. И противоречия Христу в этой книге не нашел. Он и говорит, я вам не даю новые религии. Я просто заканчиваю то, что не доделал Иисус. И книга эта как предтеча. Ведь у Иисуса тоже был предтеча, Иоанн Креститель. А у сына человеческой предтеча вот эта книга, которая написана в 30-х годах, это 20-го века. Когда я ее прочитал в трехутомнике, просто был потрясен. Какой чистоты и силы текст идет. Это ощущение, что это не человек писал. И оно так написано, это же весть оттуда. Сколько бы я эту книгу ни читал, она мне каждый раз дает новые и новые знания. Вот ощущение, что как детские кубики поворачиваются немножко по-другому. Я тогда думал, почему так происходит? И вдруг увидел, как картинку. Я первый раз читаю вот с таким сознанием своим, способность воспринять. Потому что знаний-то особых нет. Прочитал, усвоил, сознание расширилось. Но в следующий раз-то я уже вот так приступаю. Моя познавательная способность выросла. Прочитал так, стал вот так. И так раз я раздуваюсь, раздуваюсь. И написано автором, книгу эту до дна вы никогда не исчерпаете. Потому что эта весть пришла с высот, которые для вас недоступны. И эти связи даются, чтобы вы понимали, кто вы и какие взаимоотношения с Богом. И когда вы выйдете в чистый дух, то есть как вот Сергий вышел, как Будда когда-то вышел, там вы в ощущении поймете эту книгу. Но пока, пока для вас она только поступенчато будет отдаваться. И я это годами уже вот испытываю. Я просто, ну, счастлив, что ты на нее нарвался. Думаю, как здорово-то. Не надо изобретать велосипеда. Очень многие вещи там. Малейший фрагмент, начинаешь о нем думать, он тебе разворачивает целую глубу знаний. В том числе, о времени я там нашел. В то время на Земле было неоднородно. Стал соображать, думать. Потом нашел параллельные исследования информационных свойств воды. Там физико-математики это исследовали. Они, в принципе, то же самое говорят. Я говорю, пожалуйста, все можно добыть оттуда, из воздуха. Как будут себя чувствовать те, кто исповедует вот истинную меру? Я думаю, что они катарсис переживут, потому что святых на Земле нет. И в 94-м году, когда я понял, что мир идет к катастрофе, я думаю, какой принцип спасения? Ведь святыми мы не успеем стать. И я думаю, если там 10-12 лет дается, как мне сказать, в 94-м году где-то, у тебя 10-11 лет. Ну, может, 12 лет, ну, кто это знает. Ну, примерно, по крайней мере, масштаб. Вот я думаю, я, наверное, не успею все из себя вытряхнуть. Хотя я взялся серьезно. А мне говорят, вы никто не успеете, потому что ты сейчас пошел. Будут люди, которые ты пожарешь последний, может быть, год. Вот у них совершенно каких-то шансов нет. Я же тоже человек трезвый. Я должен понять это. То есть прежде чем звать людей, я должен им объяснить, кто у подножия горы полезет на нее. И штурмовать небо придется чуть ли не как альпинисту по вертикальной стенке вверх. Уж времени-то не осталось. Мне говорят, как только человек услышит слово, если он примет решение и пойдет, с этого момента начинается отсчет его времени. Но если он проигнорировал слово, не захотел идти, тогда судьба от него как бы отворачивается. То есть он, да, он имеет право проигнорировать, пожалуйста. Но тогда Бог говорит, я предупредил тебя, как бы обращаясь к альпинисту, предупредил. Я был честен с тобой, честен. Когда у тебя будет беда, не жалуйся. Потому что когда начнется большая беда, люди будут лопить. А что это, за что это все? Бог сказал, а вас звали. Вы же не пошли. А нас обманывали там церкви, нас обманывали секты, нас эзотерикой обманывали. А почему, говорит, одних обманули от вас, а других нет? Значит, другие были более трезвые. Почему сказали? Ищите, обрячьте. Ищите, пока вы не найдете истину простую. Сиплекс и гиллумвери, истина в простоте. А не вот этих фолиантах всяких писаний или эзотерических опытов, где говорят, наш гуру, наш там учитель, это только посвященные могут знать, а вы там серенькие такие, вам только вот это. Я говорю, нет, у Бога нет секретов. Когда начинается вот это, вам нельзя, это вам нельзя, вот тут вот мы такие, мы избранные, а вы нет, это тщеславие. Вот Бог хочет, чтобы мы его поняли. И в очень простой форме всегда все излагает. Вот если кто не обладает этой простотой, является просто лжеучителем. Почему я говорю? Человек должен победить сначала свое тщеславие, свою гордыню. Многое, что должен победить, чтобы выдать человеку практику. Вот так даже ему дается слово. То есть Иисус Христос это другими словами Слово Божие? Он да, Он Слово Божие. То есть в отличие от Слова человека, даже святой человек, у него сила Слова большая, у Саровского там, у Радонежского, у Вырицкого, может быть, у Александра Свирский, такие были люди, но у них все-таки Слово духовное. Чистое, но духовное. А Слово Божие, оно не равно Слову человека. Это совершенно иная природа Слова. Физика же по-гречески природа, физис. Природа Слова у Бога, созидающее Слово, помните, вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово был Бог. То есть Словом был создан мир, творение, в том числе и материя. Значит, за понятием Слова кроются совершенно иные вещи. Это творческая воля Бога. И мы рождены этим Словом. Мы рождены это в Уанна, тоже понятно. Иисус говорил, что Я Слово, сшедшее, Я хлеб живый, сшедший небес, Я живое Слово. Кто живет этим Словом, будет жить вовек. Живите этим Словом. В этом суть причастия настоящего. Ведь у нас формализм. Съел просфорку, запил кагором, ты причастен к чему? Иисус же сказал, Я воплощенное Слово. Я путь, я истинная жизнь. Ешьте это Слово, пейте это Слово. Вот смысл его причастия. Когда вы Слово сделаете внутренним содержанием в своей жизни, когда вы будете жить им, тогда вы причастны ко мне. Но если вы там символами занимаетесь, но реально этого не делаете, вы формалисты. У вас нет причастия, потому что причастия самостоятельного Слова не существует. Причастия к чему? К исправлению, да. Реально двигаться к Богу. Значит, улучшать характер. Каждым днем бороться, бороться и бороться. Тогда да, тогда ты идешь к Богу. Христианином может быть либо исполняющий заповеди, либо на пути к этому. Так Иисус сказал, если любите меня, вы помните заповеди. Невыполняющие заповеди меня не любят. Вот все христианство. И не надо мудрствовать, как это. Хочет человек исполнять, пусть исполняет. Но когда он чувствует свою несостоятельность, он будет орать и вопить, что ты не прав, что там такие авторитеты, это лень в нем защищается. Он оправдывает сам себя в конечном итоге. Что это невозможно. Что такой-то апостол сказал, это для привычного апостола. Это же не павлианство, в конце концов, мы исповедуем, а христианство. Лев Толстой же тоже сказал. Если вы, господа, христиане, считаете, что это христианство, вы ошибаетесь. За именем Христа, который вы присвоили незаконно, виден лик Павла, который нагородил чуши, ваше постановление соборов, в котором никакое отношение к Слову Божию. Вы слова, вот эти протоколов поставили выше Слова Божьего. Вы отменили фактически христианство на деле. А на самом деле его и нет у вас. Ибо Иисус крови своей никогда никого не искупал. Он так грамма нет этого текста от него. Это придумал Павел в пятой главе от римлян. Почему? Потому что он бывший исповедник иудейской религии, где принято было через жертву прощать грехи, убивать животное, стряхивая на нее свои грехи. И он это перетащил в религию христианскую, где якобы Иисус Христос также кровью свою все искупает. Но это Павел сказал, что он близко даже об этом не говорил. Представляете, если было центральной темой от Христа принцип спасения, он никак не мог этого обойти. Тогда он сказал, ребята, вы можете не суетиться, вы не спасетесь сами, потому что вы не сможете победить свои грехи. У вас на это ни воли, ни терпения не хватит. Поэтому я пришел, чтобы погибнуть за вас и избавить вас от этого своей крови. Уж извините, придется распните меня. А он что говорил, когда его убивали? До этого еще. Господи, неужели не минует меня чаши сия? Трижды в Гефсиманском саду молился. Но все-таки, впрочем, пусть будет по воле твоей. То есть суждено погибнуть. Пусть погибну, но он этого не хотел. Дальше, когда его распинали. Господи, прости, мы бы не ведут, что творят. Это же обвинение. Меня убивают, но они же не ведут, что творят. Пришел помощник, пришел учитель. Учителя убивают, а потом из этого начинают сказки лепить. А потом лицемерно. Ой, какого хорошего человека убили. Господи, помоги, дай Мессию. Мессия приходит и убивает. И тут же опять, дай Мессию. Хватит вам крови. Иисус говорил, вы убиваете пророков. На текст даже. Ой, Иерусалим, Иерусалим побивающий пророков. Горе тебе там и так далее, и так далее. Сколько раз я пытался собрать, как птенцов вас дать вам, а вы же их убиваете. Моисея прогнали. Вот, читаешь историю тоже. Тоже он вывел из египетского плена. А они что после этого сказали? Завет-то был с Господом. Господи, помоги нам выйти из плена, дай нам самостоятельность, и мы тебе будем служить верой и правдой. Вышли и сказали, а теперь нет. Тогда Моисей разбил скрижаль и ушел, и умер. А они отлили тельца и продолжали разврат и прочее. И опять попали в плен. Вавилон, потом Кир, потом римляне. Не может быть счастливый народ, ни человек пока не исполнит закон. Вот и все. И всю историю Земли это происходило. Всю историю Земли, попытка бороться с чем? С внешними врагами кого-то обвинить. А на самом деле враг-то внутри нас. Великолепный мультфильм китайский. Юноша побеждает дракона, деспота, забирается на кучу золота и сам становится драконом. Пока у тебя внутренние отношения к деньгам, отношения к власти, вот это вот тщеславие не будет побеждено, никогда невозможно вести порядок ни в собственной душе, ни в народе. Из таких личностей, из чистых, должно быть общество. Тогда будут и чиновники порядочные, потому что они будут выбраны из среды такого народа. А где же брать порядочных людей, когда их практически почти не существует? Человек относительно порядочный, попал во власть, быстро сгнил. Или там либо выплюнут, либо ты принимаешь условия игры. А борьбы-то нет нигде. А другие ютятся по своим хижинам, отсиживаются, никто не борется. Надо ли быть эмоционально равнодушным? Здесь дело не в равнодушии, а дело в том, что нужно быть человеком спокойным, но неравнодушным. То есть когда от тебя бьются вот эти волны насилия, ты должен им противостоять, но равнодушия нет. То есть я эти вещи отрабатывал годами. То есть я остался в сострадании, но оно меня не разрушает. Я понял, что помочь человеку, это не значит, что шуметь, греметь, собираться в партии и так далее. Лозунги эти громогласные, а вот и ныне там. Нужно молча работать в своем забое. Каждый, если это сделает, хотя бы большинство. Мы победим так, это бескровное совершенно изменение ситуации. Зачем кого-то убивать? Зачем создавать какие-то партии, когда вот моя партия, моя душа победил пороки, я стал безвреден. И элементарный кирпичик общества стал правильным, обтесанный. А когда из кривых кирпичей собрано общество, оно обязательно развалится. Я как бывший строитель говорю. А когда правильный кирпичик элементарный, сильный, правильный и точный, хорошо подогнать, и общество будет прекрасной, архитектура. Только так можно построить общество. И вам и получится. Юрий Николаевич, что такое любовь в истину? Ну, любовь у нас есть. Небесная, любовь земная, да? Помните? Если исповедовать любовь небесную, о которой говорил Иисус, это строгость и справедливость закона. Вот так нас Бог любит. И когда он нас карает, он говорит, я вас и люблю так. Почему? Потому что любая беда, которая в ваш адрес приходит, это попытка вернуть вам то, что вы натворили, это есть попытка простить вам грех, а вы этого не понимаете. Следовательно, простив грех, вы становитесь безвинными, счастливыми и здоровыми. То есть Бог всегда нас любит вот так, через боль. Это и есть строгость и справедливость. А люди не понимают, что такое любовь. Поэтому, когда возлюби там врага своего или что, он не понимает. Я говорю, возлюби врага свою, это значит, должен быть строгой и справедливой к врагу. У меня есть моральное и юридическое право защищаться, оказывается, исповедовать такую любовь. А если я начинаю врагу щеки подставлять и поддаваться, тем самым развращая врага, у меня на шею садится. Но ведь я не один, у меня есть жена, у меня есть ребенок, у меня есть народ, страна. Почему я должен все это отдавать? Вот это и есть вульгарное изложение христианства. Закон Божий и любовь Божия позволяют защищаться и даже говорит, что это правильно. А если я ребенка люблю, это не значит, что я его буду развращать. Ласкать его, мой любимый, я тебе куплю место в институте, тут все. Это же нарушение закона. Сделай сильного человека. То есть, ну вырос он до какого-то, 13-14 лет. Будь добр, дай ему какие-то испытания. Пусть он немножко обожгется в этой жизни. Не блокируй от него все беды. Он должен быть сильным, он должен в жизнь сходить сильным и так далее. Мужчина мужчина и женщина должна быть нежная, красивая и порядочная очень. Дать мужчине ту красоту, которая нужна в семье и покой. А мужчина должен дать защиту, быть сильным, уметь обороняться. А он нас отнимает неправильным воспитанием. Следует, это не любовь, а анти-любовь. Если я люблю ребенка, я его сделаю сильным и порядочным членом общества. В этом есть настоящая любовь. Это полезно всем. Потому что любовь и добро есть высшая мера полезности. Высшая. А любовь уже земная, это чувственность и телесное влечение. Хотя эрос это не только телесное влечение. То есть вот здесь как раз люди часто путают вот это телесное влечение, даже чувственность принимают за любовь. А любовь, термин даже другой, любовь есть ощущение. Вера, надежда, любовь, эти три великие вещи, это из области ощущений. Если вы хорошо подумаете, это не чувство. Это другая категория совершенно человеческого излучения. Поэтому, когда говорится о настоящей любви, которая давно уже на земле, она забыта, ощущения никогда не обманывают. Истинная любовь бывает иногда, но редко. А вот та чувственность, которую мы при браках создаем или отношения мужчина-женщина, потом смотрим, а через полгода, что ж такое, меня предают там, ну что-то не то. Это и говорит о том, что чувственность нас может обмануть. А чувственность называют магией астральной оболочкой. А в астральной оболочке, в мире очень много лжи, потому что мы именно в астральный мир выталкиваем все наши эмоции. Там вот так все. В этом нечистом мире невозможно устроить любовь. И когда начинается настоящая любовь между двумя людьми, тут же все силы пытаются на земле ее разрушить. Об этом все легенды. Потому что любовь никогда не кончается добром. Они гибнут, эти двое влюбленных, везде. Лелой, Меджнун, Тристан и Изольда. Везде плохо. Почему? Потому что на земле любовь настоящая постоянно преследуется Люцифером, который науськивает окружающих, псевдодрузей, там еще кого-то, чтобы разрушить любовь. Любовь опасна для Люцифера настоящей. Ибо когда мужчина и женщина создают в любви пару настоящую, это же крест. Он не приступен для Люцифера. Если другие поймут, что в этом сила людей, и создадут такие же кресты из этих пар, Люциферу нечего делать, он же теряет власть над нами. Поэтому вокруг наших отношений, интимных и так далее, столько свистопляски, столько грязи, столько обвинений, что это грех, что этим нельзя заниматься. Я говорю, нет, как раз таки бытие, глава, говорит и с Богом, плодитесь и размножайтесь определенным способом. Грех в них заключается не в интимных отношениях, а в том, что мы не любим при этом друг друга по-настоящему. А это есть прелюбодеяние. Печать в паспорте и венчание такое бездарное не дает отсутствия прелюбодеяния. Оно и есть, потому что люди не любят часто. Вступают в брак из корысти, или просто из дома уйти, надоело им родители, хочет самостоятельности девушки. Много очень моментов. Или чувственность, которая прогорает за месяц-два и начинаются измены. Это же все есть прелюбодеяние. У нас мы все живем в прелюбодеянии. Исправить сразу невозможно все. Режим перестройки какой-то идет, но нам сейчас Бог помогает. Вот вам в руках, кто хочет, идемте. Не хотите, оставайтесь со своим барахлом. То есть любовь на уровне ощущений, она всегда взаимна, да? Нет, не всегда. Почему? Допустим, если человек в духе очень сильный, ну, если так сказать, представьте пару. Вот мужчина, вот женщина. И они вместе должны идти к Богу. Вместе. Примерно с одинаковой скоростью. Тогда эта пара устоит и всегда будет любить друг друга. Почему? Потому что в основе всех измен заложено желание более ярких отношений. Правильно? Более острых, более ярких. Человек – существо, которое не может не хотеть яркости отношений. Он всегда их ищет. Вот. Если человек духовно развит – неплохо. Конечно, он начинает оценивать человека, не женщину, допустим, не по коленкам, по масштабу груди или каким-то ушам и носику. Да, это неплохо само по себе. Но он оценивает женщину по-другому. Душа. Насколько тепло и радостность рядом с такой душой. Поэтому, по сути, когда любовь настоящая, там не возраст и не комплекция не решает дело. Там решает душевность. Если мужчина и женщина на это способны оценить, они что-то в жизни значат. Вот поэтому Бог заложил в творение такой закон. Если мужчина и женщина примерно с равной скоростью двигаются к Богу, они каждый раз обновляются в духе и начинают все больше и больше влюбляться. Скажем, новым этапом. Представляете, что происходит? А когда один уходит, а второй нет, для этого тот становится через какое-то время неинтересным, как резинка натягивается и лопается отношение. Так же даже при интеллекте бывает, когда один развивает, а другой нет. Так всегда будет. Закон. Поэтому решается вопрос на визны отношений, обновлений, когда идет. Либо оба стоят. Когда стоят, вот помните Аперетта, ты для меня как прочитанная книга. Почему? Ну потому что, ну все, я тебя не знаю, мне уже скучно. Дух такой, он познаватель. От Бога заложено новое и новое познавает. Но если я в человеке больше ничего знаю, как он поступит сейчас за завтраком в постели, везде одинаково, все, у меня уже шахтерское настроение. Опять тот же забой. Не хочу, хочу что-то нового. Понимаете, мы не умеем жить, мы не умеем построить вот эти отношения. Нужно человеку дать начальные знания. Поэтому говорю, что истинная любовь может быть настоящая только между двумя святыми. Но к этому надо стремиться. Исправить за год, за два, за три мы не можем. Но если возьмемся, глаза боятся, руки делают. Все равно когда-то придем. И вот эта вендетта между мужским и женским полом закончится, взаимообвинение. У меня еще такой вопрос, который, собственно, меня просили задать. Греховно это или не греховно, когда, допустим, христианка выходит замуж за мусульманина, накладывает это какой-то негативно-опечаток на их дальнейшую судьбу, на их род, проклятия, там, куда и что. Ну, еще раз говорю, конечно, такой паре будет очень тяжело, потому что обычно родители, ну и вообще диаспора, они препятствуют этому стараются. У меня родственники так поступили. Моя родная сестра вышла замуж за мусульманина. И, в общем-то, если бы так вот внешние обстоятельства мне не очень мешали, хотя они такие неплохие люди, у них очень-то не получается все-таки. Я считаю, что их счастье зависит не от того, что мусульманин и христианин, а насколько они доброжелательны друг другу, насколько умеют любить, просто как человек-человек. Потому что один Бог у нас на всех, на земле. Поэтому исповедую как угодно Бога, главное при этом быть очень порядочным, честным и добрым человеком. Это главное. Вот и все. То есть, если они любят друг друга, они могут рожать детей и воспитывать их совместно? Только не надо вносить сюда вот эти какие-то законы. Вот у меня так законы, хотя у тебя так по-мусульмански. «Давай отметем все и будем жить в здравом смысле». Что, что нам хорошо и тепло, и в любви, то и будем делать. Я учту какие-то твои нюансы, а ты мои. И будем мирно существовать. Детей растите, чтобы они жили в радости и смотрели, как папа и мама дружно и весело проводят время. И тогда у девочки, у мальчика, они скажут, «Да, я тоже в брак хочу, мне хочется такой счастливой жизни». А когда идут дрязги и скандалы или пьянки, ребенок смотрит и говорит, «Да ни за что я в такой брак не пойду? Зачем мне это все-то надо?» Мы же сами начинаем разрушать будущее своих детей, ну, скажем так, воспитывая в них просто антагонизм, скажем так, к браку. Они просто не хотят, они видят, что мы не умеем жить в браке. Например? Я это читал недавно, что вот именно несчастье в семье князии Юсуповых начались тогда, когда произошло это смешение крови. Ну, тут есть определенные, да, тенденции, но тут эти исследования я бы не хотел сейчас выносить, потому что сказать «А-Б» нужно до буквы «Я» довести, потому что иначе это может быть в какой-то степени задеть какую-то диаспору. Сознаете, надо исследовать вопрос очень просто, ясно и последовательно. И выложить когда-то все, когда ты все расскажешь, между точкой «А» и точкой «Б» будет полностью логика. А когда ты говоришь вот это и это, мне говорят, а с чего это вы взяли? Или потому что вот так и вот так. А это с чего взяли? Потому что вот так и вот так. И поэтому нужны часы, чтобы изложить материал. А если сказать так и так, вне логики человек может и обидеться, скажет, а почему это так? А ему нахрен никто не ответит. Но мне важно знать, не против этого Бога, то есть... Нет. Бог, он говорит, вообще он там, не о мусульманах и не о христианах говорит. Он просто говорит, любите друг друга. Он же не говорил, мусульманам нельзя, буддистам нельзя с синтоистами связывать. Ничего подобного. Он дал общую такую нам установку, любите друг друга. А любить, это значит, безусловно, уважать. Во-первых, в основе любви настоящей лежит глубокое уважение. Если я люблю женщину, за что? Ну, не только за ее красивые глазки, а ведь ее качество, я же не мальчик. Вот я вижу, что она стоит как существо, как сила какая-то, как нежность. Вот. Когда мне с ней очень тепло и хорошо, и постоянно, это о чем говорит, что у нее душа такая. Она принимает излучение от Бога любви и практически почти не искажая, или даже не искажая, мне не отдает. Я должен то же самое делать. Без всяких там корыстей, без всяких там кулаков, запазов. Вот эту передачу, тогда все нормально. Кто бы то ни был, умей так отдать. Тогда ты любишь. Любовь, она же ничего не требует. Она не требует, что ты только на меня смотрела или смотрела, что ты только вот так и вот так делала. В любви нет насилия. В любви всегда отношения, всегда очень хорошее настроение. Если этого не умеют люди создать, у них нет любви. От любви никогда плохо не бывает. Никогда никаких долгов нет. Естественная любовь вызывает естественную верность. Потому что мне, говорит, ничего не надо больше. Я сам не хочу никого другого. Я люблю. Понятие верности – это не долг. Это естественное состояние. Тогда и любовь должна быть естественной. Почему Станиславский что-то сказал? Говорит, вы никогда не научитесь сыграть кошку, учитесь у кошки. Потому что кошка очень естественна. Вот и независима, кстати. Так же и человек должен быть. Он должен быть естественным. А мы, как роботы, общественная мораль у нас такая, но мозги у нас мыслят по-другому. Чувствуем мы по-третьему, а поступаем по-четвертому. Результат за жизнь такая. Как роботы испорчены. Привести себя к одному вектору. Как думаешь, так и говори, так и действуй. И чувствуй. Все одинаково должно быть. Отсутствие полной лицемерия должно быть. Считаешь, что это неправда, но чувствуешь, что здесь опасно говорить. Тебе могут накричать и чувствуешь. А зачем говорить? Вот теперь люди этого и не поймут, и не примут. Значит, это не полезно. А значит, молчи. То есть, так как бы оценишь. Нужно говорить, не нужно. Молчание золото, правильно? Хочешь что-то сказать? Не надо много говорить. Подумай сначала, как емко, и просто изложить. Так, так и так. Все, хватит. Выслушал ответ. Ушел. Юрий Николаевич, ну и как бы подводя итог нашей беседы, мне бы еще раз хотелось обобщить. Что бы вы пожелали людям? Я пожелал бы им, конечно, любви и счастья, но еще раз говорю, что это все в руках самого человека. Представьте, что мир – это равновесная система. Что ты положишь на эти весы, то ты и получишь. Вот здесь плюс. Если человек добро творит, добро – это возвращается к нему с торицей. Если он зло творит, зло с торицей возвращается. От кого все зависит? От человека самого. Поэтому, люди, будьте самостоятельны в своих суждениях. Будьте независимы, не будьте зомбированы чужими и ложными идеями. Главное – выбраться из-под хлама этих зомбирующих идей. Помните, что Бог один. Здесь на всех один, на всех людей Земли. И найти Бога можно только, исповедуя на практике Его закон. И с Богом дружить можно только, исповедуя на практике закон. В этом есть любовь к Богу. По-другому Богу служить невозможно. И даже в молитве, я когда читаю иногда, люди смеются. Молитва – отче наш. Отче наш, сущий на небесах. Люди проговаривают, и даже в Бог это часто не верят. Зачем вы кощунствуете тогда? Не говорите, если вы не верите. Отче наш, если я говорю. Я точно так же, как верю в своего отца, я знаю, что он там. Я это знаю. Поэтому я имею право произносить эти слова. Да будет воля твоя. Человек так говорит, а живет своей кривой волей. Опять кощунствуете, говорю. Если вы зовете волю Божьей, да будет воля твоя. Будьте добры, потихонечку приближайтесь к ней. И исполняйте ее. Вот, а дальше хлеб нам насущный, наш насущный. Дай нам на сей день. Чего вы просите? Кому там в огороде что-то не везет? Кому там где-то, у кого ребенок, все. Душу вы попрошайки. Делайте добро, и оно к вам вернется, сторится. И все, и не надо будет попрошайки. Молитва, она не сколько как просьба, сколько как торжественное обещание, как понимание взаимоотношений человека с Богом. А дальше я говорю, я света прошу всегда. Если у меня что-то не получается, или, Господи, помоги мне понять, почему у меня не получается. Освети мой темный чуланчик, я в нем еще не очень в своей жизни что-то понимаю. И приходят какие-то намеки в жизни, я начинаю понимать, что у нее это подсказка. Вот такая-такая-такая стереотипная ситуация. Повторяется, повторяется, вот в чем дело. Мне это дается намек, что я вот здесь не прав. И не раз дается. Оценил, перестроился, все стало получаться. Господи, спасибо. Подсказка пришла. В жизни все нам дается. А дальше. Прости мне, долги мои, как и я прощаю должникам своим. Я говорю, вы, верующие, вы кому-нибудь истинно прощаете от сердца? Я так подумаю, что, видите, извините, нет, так поэтому и Бог вас так прощает. Вы же сами говорите. Прости мне, долги, как и я прощаю должникам своим. Так будьте добры, умейте прощать сами истинно от сердца. Тогда и вам прощение пойдет. Не судите, да не судимы будете. Это что же соотносится, как к молитве? А кто будет судить, будет судим тем же судом, которым сами судите. С какой яростью набрасываетесь на обидчика? С такой же яростью и законом. Говорят, а ты что, всегда сам святой? Тоже обижаешь кого-то? И так далее, и так далее. Молитву надо еще и прочувствовать. Если в конце концов уж говоришь аминь, с еврейского языка, с древнееврейского, переводится истинно так. То есть ты еще и печать прикладываешь. Истинно так, аминь, и перекрестился, еще одна печать. Вот и поэтому многие кончувствуют, а даже не понимают, что это превращается в профанацию. Поймите суть молитвы, поймите, даже семантический ключ от неба. Почему вы болтаете много молитвой? Да не в количестве слов дела, и не в количестве молитв, а в ее качестве. В ее осмыслении глубоком, душевном осмыслении. Поэтому я советую, так же, как в других городах, для Ярославца. Это прекрасный город, очень красивый, с такими духовными традициями. Столько церквей, это, наверное, единственный город, который сохранил столько храмов. Красивых храмов. Просто немножко скорректировать надо понятие отношения с Богом. С Богом почитайте Библию, там внимательно прочитайте и все поймете, там же все написано. Просто люди передоверили посредникам, а на самом деле я прочитал, просто ужаснулся, думаю, да как же так? Почему именно эти слова на проповедях всегда обходятся? Именно слова Христа, которые самые ценные. Ведь из христианства главное, что выбрали, страстной жизнь, страстной путь Христа. Вот он был, он там что-то делал, как бы свидетельство, и он погиб. И вот так вот погиб вот это. А на самом деле суть христианства нигде не выдается. Ни в фильмах, ни в проповедях. Чтобы возлюбить Бога своего, это есть любовь к Богу через выполнение заповедей. Это Иисус говорил. Вот этого почему-то никогда не говорят.